Ом Ти Ви Юэй про Головне. Операция по санитарной зоне, по взятию Волчанска началась 10 мая, поэтому тут быстрых побед тоже не будем, учитывая, что сейчас мы будем переходить в оборону. Я вот не понимаю, зачем Украине нужны иностранные инструкторы. Сейчас во всем мире есть две армии с таким колоссальным боевым опытом, что они сами могут учить кого угодно и чему угодно. И это армии России и Украины. Провинцы очень хорошо продвинулись в строительстве дронов различных типов, от FPV-дронов и до больших беспилотников самолетного типа, которые у нас долетают и до Татарстана, и до Башкирии, и до Орска уже почти долетел. Поэтому здесь им нужна помощь, и если нужна, то какими-то комплектующими. Они мастерят дроны, эти Баба-Яги, которые со Старлинком летают, им не страшен никакой РЭП, управляется дистанционно. Всякие вот средства, там зенитно-ракетные комплексы, высокоточка, дальнобойка. Тут, конечно, нужно какое-то обучение, но у меня есть ощущение все-таки, что в экипажах этих сложных технических средств поражения присутствуют давным-давно уже штатные расчеты стран Североатлантического альянса. И давно воюют, как добровольцы, не знаю, или просто как их томниты. Очень серьезное сопротивление оказывает противник, и не только оказывает сопротивление, но и судя по стянутым сюда силам, планирует очень мощный контрудар. В ближайшие дни и недели, к сожалению, у нас не будет новостей о широком продвижении, о расширении санитарной зоны, буфера безопасности. Сейчас мы будем потихонечку уходить в глухую оборону. Практически на всех участках фронта мы видим круглосуточное использование противникам кассетных артиллерийских снарядов НАТОвского образца. То есть снарядов у них действительно хватает, и их артиллерия сейчас работает тоже непрерывно. Чувствуется, что у противника закончился снарядный голод, им подвезли боеприпасы артиллерийские, у них довольно широкая линейка ФПВ дронов, дронов Камикадзе. И, конечно, продвигаться в нынешних условиях было бы, наверное, далее губительно для наших частей. Сейчас идет постепенное закрепление на достигнутых рубежах. Мы потихонечку переходим в активную оборону, потому что если пытаться идти дальше, то мы просто будем терять большое количество своих людей. Мы сейчас поговорим с Юрием Федоренко, командиром батальона ударных безпилотников Ахиллез 92 окремой штурмовой бригады ЗСУ. Вітаем пана Юрия. Слава Украине. Героям слава. Отже, может, мы начнемо с того, что удалось дронам долетить до Моздоку. Это реально может сменить ситуацию с этими вилетами МИГов и других российских літаков, которые запускают ракеты по украинским войскам и по цивильным объектам Украины? Это одна из невидятных складовых загального вогневого вплива по ворогу. Ворога необходимо бить эшелоном. Есть передняя лінія боевого з'явления, прифронтовая зона у них, которая достаточно насыщена. Есть объекты військовой инфраструктуры, по которым нужно наносить впечатление на разных отстанях среди РФ. И также, конечно, есть объекты, в частности, которые наповнюют нафтодоларом РФ и их бюджет в військово-промисловом комплексе, как наслідок зарахунок циверашей, финансируется война против Украины. И война, основной целью которой есть, это уничтожение украинской государственности, уничтожение каждого украинца. Саме поэтому, так или иначе, по развитию технологий мы будем мовити ворога все сильнее и сильнее. Пане Юрію, а вот питание щодо харківского направления. Насправді, далі надзвичайно горячий направлений, но мы видим, что так званый российский наступ и на Харків, и на Вовчанск, он, по сути, не те, что застопорился. Украинские силы сейчас пытаются убить расистов из Вовчанка. Мы видим, до речи, что насправді перестали так активно бить по Харкову, на счастье. С чем это можно сейчас повязывать? С тем, что успешно вытискаем окупантов, или какие-то другие причины, возможно, есть? На ситуацию, за моим проконатом, треба завжди дивиться комплексно. Попередньо, мы с вами проговорили, что цель и завдания противника залишаются неизменность щодо Украины. Повне знищение. Відповідно, противника это расплановано по этапам. Донецкая и Луганская область продолжают для противника залишаться одним из найприоритетнейших направлений. Мы видим, что сейчас идут жестокие бои в направлении Чесового Яра, в направлении Покровского. Почему противник начался в Харковской кампании? Для противника очень важно было в период времени расстегнуть наши силы и засады, когда силы обороны были заставлены потужной бригадой ставить наши руки, смуги и линейные боевое воздействие. Заодно противнику очень важно было поделиться, в каком состоянии находятся наши оборонные споруды, и какая вообще у нас боеготовность. Скажу вам абсолютно відверто, з сьогоднішнього дня мы можем проаналізовать, что происходило. Сила обороны переграла противника. Противник реально не встиг виконати поставлены заведения своєчасно, а сила обороны перекинула силы и засады своєчасно. Если бы мы его не переграли, успех бы совсем был в другой области на стране. Так что иначе, противник не имеет такого группования, чтобы дойти до административного места Харькова. Но для того, чтобы пополнивать втраты на тих витинках, где он сдобал частковый успех, для того, чтобы сбирать додатковые ударные кулаки и намагаться просуватися вперед, для этого противника достаточно силы и засады. Также противника достаточно силы для того, чтобы попробовать перейти витинок фронта еще в каком-то одном месте. Або это Сумы, або это Харьковская область. Все залежит от того, где противник будет вважать, что это сделать более рационально. Наша розвитка не стоит на месте, они чутко освідомляют, как перемещается особый осад противника, и какие орієнтовно есть загрозы, и какие наиболее сложные могут быть напрямки. И именно поэтому вживается комплекс заходов для того, чтобы противника гидно зустрелить и мастер дать по зубам. Если говорить о Купянске, то это тоже нужно сказать. Противника был задом, который они берут вовщенцы и просуваются в тиле нашего группирования, в том числе на Купянском витинках. И параллельно в блоковых атаках сдвинуть максимально силы бороться на дорожке ослаб. Но этому задому не судилося сбутись, и, за моим переконанием, противник уже не будет иметь подальшую успеху. На поточный момент в стране триваются мобилизационные процессы. Не хотел бы их идентифицировать, потому что есть много перевищенных судов, много недопрацелов, недоликов, призыв инженеров и многое что-то. Но доки управляются недолики, так же наши силы обороны отримуют необходимые количество пополнения, для того чтобы комплектовать боевые бригады и ту технику, которая до нас приходит. И, соответственно, за два-два с половиной месяца силы обороны отримуют максимальную количество подготовленного особого стада. Цель нанести нашей стране поражение Байден не снимает. Мир по-американски – это слабая униженная Россия. Байден подчеркнул, что Запад не имеет морального права допустить поражение Украины, поскольку это, по его словам, будет означать угрозу для всех стран, граничащих с Россией и Белоруссией. Конгрессмен-демократ Тед Лиу заявил, что вскоре Украина получит карто-бланш. А лидер демократов в палате представителей Питт Агилар добавил, Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, для победы над Россией.